Музыка Харьковчанка Ирина Деха лучшая спортсменка Украины в апреле. Это решение Национального Олимпийского комитета Украины. Ирина удостоилась этого звания, выиграв все золото в своей категории на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Норвегии. Наставник Дехи Евгений Шилов, соответственно, стал лучшим тренером страны по итогам апреля. Здравствуйте, это спортивный интерес. Только главное событие харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Сумо. По итогам чемпионата Европы двое харьковчан добыли лицензии на всемирные игры. Баскетбол. Харьковский политехник впервые в истории выиграл высшую лигу. Легкая атлетика. Медали харьковчанок на чемпионате страны по 10-километровому бегу. Волейбол. Харьковское супердерби в полуфинале Суперлиги. Футбол. Первая победа металлиста под руководством Александра Презетко. Водное поло. Стартовал турнир памяти Алексея Баркалова. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор по указу Инвеститина. Группа ДИЭЙДИ. Харьковский боксер-полутежеловес Александр Гвоздик проведет свой следующий бой на профессиональном ринге 11 июня в Нью-Йорке. Это будет разогрев перед боем другого призера Лондонской Олимпиады от Украины Василия Ломаченко. Он будет биться с пуарториканцем Романом Мартинесом. Имя соперника харьковского боксера будет объявлено позже. На чемпионате Европы по борьбе с умо в польском Кратошине разыгрывались лицензии на Всемирные игры. Они также пройдут в Польше, во Вроцлаве в следующем году. От Украины туда точно поедет харьковчанка Мария Дрбаян, свежеиспеченный кавалер ордена княгини Ольги. На польском Дахю она стала первой в составе команды, которая со счетом 2-1 в финале победила Россию. В личной супертяжелой номинации Мария стала бронзовым призером в абсолютной категории серебряным. Итого получился полный комплект наград на одних руках. Мы собрались с мыслями, мы собрались с духом и решили выиграть в россиянах. Но это уже не первый раз, что мы становимся чемпионками Европы. В прошлом году мы тоже боролись и стали чемпионками Европы по-взрослым. Трудно было, конечно, трудно. Но мы подготовлены, мы спортивные и классные девчонки. Я всегда недовольна своими выступлениями. Я думаю, что могла бы и лучше выступить. Но хорошо, я в финале привезла золотые, бронзовые, серебряные медали. Я буду тренироваться и думаю, что будет лучше. Еще одну лицензию на Всемирные игры Харькову и Украине принес Антон Чуев, который боролся в весовой категории до 85 килограммов. В сумму вообще схватки длятся недолго, но даже с этим учетом Антон удивил соперников. Всех, кроме поляков, в четвертьфинале. Зато в бронзовом поединке Чуев одолел другого хозяина турнира и стал бронзовым призером. Интересно. Первую с финном удалось выиграть буквально в течение двух секунд. Потом схватка с болгаром, которого я поймал на его же движении. Провел просто и буквально две секунды и схватка закончилась встреча. В принципе, интересный тем, что быстро все поймал просто на их движении. Ребята более не менее одного уровня, поэтому всегда борьба равная. Золото в женской команде получила еще одна харьковчанка Галина Тарасова. Руслан Гараев, Сергей Каминский и Ивана Макуха стали в своих номинациях седьмыми. В середине мая Дрбаян поучаствует в молодежном чемпионате Европы, который примет Беларусь. В Борисполе состоялся чемпионат Украины по смешанным единоборствам. Полусреднюю весовую категорию выиграл на нем харьковчанин Владислав Затерка. Он победил во всех четырех поединках, причем в финальном выиграл удушением у черкасского бойца Руслана Первака. Кроме того, Затерка получил специальный приз за самую быструю победу – 13 секунд и болевой прием – кручение пятки. Сначала разведка, я бросил удар рукой, он нанес какую-то комбинацию, потом я ударил ногой, он прихватил мою ногу и в ответ на его прихват я, ну, скажем так, запрыгнул на болевой, называется, скручивание пятки. И, ну, сразу взял хорошо, поэтому соперник сразу сдался. В весе до 60 килограммов Харьков представлял Денис Бондарь. По турниру он шел ровной походкой, успешно сочетая борцовскую и ударную технику. Путь к золоту прервался только в финале, где соперником был представитель Киевской области Дмитрий Шаповал. Тем не менее, полученный опыт наверняка пригодится Денису, которого пригласили в тренировочный лагерь сборной перед чемпионатом мира. Много хороших бойцов было в этом весе – 60 килограмм. Профессиональные спортсмены, поэтому опыт был очень хороший и получил удовольствие. Единственное огорчение, которое было – это поражение в финале. Естественно, что в составе сборной на мировое первенство в Макао будет и Затерка, как чемпион страны. Еще два харьковчанина – Сергей Бородавка и Максим Степанковский – остались на пороге главной команды страны, хотя на чемпионате заработали, соответственно, серебро и бронзу. А само первенство планеты состоится осенью. Поскольку это будет в Макао, то сейчас, конечно, добавился конкурент такой, как Китай. Китай за последние два года очень большой сделал прорыв в смешанных единоборствах. И поэтому, я думаю, что они не будут уступать россиянам. Поэтому мы в Китае были в прошлом месяце, работали с китайскими спортсменами, то есть знаем, на что у них упор, то есть будем готовиться и под них тоже. В командном зачете чемпионата страны харьковчане стали третьими, пропустив вперед только Киев и область. Харьковские бодибилдеры командой выиграли Кубок Украины, который принимали черновцы. Этому поспособствовали шесть золотых медалей, две из которых на счету Сергея Данильца, который выиграл Мэнс Физик по юниорам и в росте до 174. Кроме него лучшими в своих категориях стали Станислав Табаков бодибилдинг до 75 килограммов, Янина Халина бодифитнес до 168 сантиметров, Екатерина Воробьева фитнес-бикини до 163 и Евгения Пушка в той же номинации среди юниорок. Она, а также Александра Костылева и Евгения Супрун в составе сборной Украины отправятся на объединенный чемпионат Европы, который будет проходить до конца недели в Санто-Сусане, Испания. Женская баскетбольная команда ХАИ стала победительницей дивизиона Б женской лиги этого сезона. Добыв на втором этапе 13 побед из 14, подопечные Элеонор и Чек заняли первое место с большим преимуществом над финишировавшей второй Полтавой. Еще одна харьковская команда «Кондиционер» заняла в таблице шестое место из восьми. В спорткомплексе «Политехник» четыре лучшие баскетбольные команды высшей лиги в течение двух дней вели борьбу за медали чемпионата. В финале играли хозяева паркета, в чем мало кто сомневался, и «Золотой век», хотя больше ожидалось присутствие в главном матче второго «Химика» из Южного Одесской области. Но он накануне проиграл кировоградцам, а значит именно они составили пару харьковским политехникам. Финал получился настоящим, боевым. Заряженность на него обе команды явно показали в первой четверти, которая завершилась в ничью. Оба набрали по 16 очков. Много эмоций мы отдали вчера, в принципе, очень важная была игра с «Химиком». Сегодня, может быть, где-то чуть-чуть перегорели, в принципе, ребята хотели... Это баскетбол, слава богу, это игра, в принципе, потому она нравится зрителям. Получилось, как получилось. Получилось, я думаю, хорошо, люди получили удовольствие. Это самое главное, наверное, в нашей жизни. Вторые 10 минут стали ударными для хозяев площадки. Подопечные Валентина Кулебабы настолько уверенно чувствовали себя под кольцами, что уверенность эта переросла в весьма значительное преимущество в счете – плюс 16. Но большой перерыв пошел гостям очень на пользу. Ведомые своими лидерами, лучшим нападающим чемпионата Андреем Кулешом и Богданом Сосоем, они вернули матчу такую интригу, что трибуном впору было приуныть. Говорят, цифрами от былого преимущества политехников осталось 8 пунктов. Соперник немножко поменял тактику и начал ускорять игру. И вот эти несколько быстрых атак из-за дуги, они сделали отрыв в обратную сторону, уменьшил. Ну, мы как бы устояли, удержали разрыв. В командной игре нехорошо выделять роль личности, но в этом финале в острый для харьковчан момент просто необходимо отметить Арабаджи и Василия Сайнеева. Первый забивал тогда, когда было очень нужно, второй показал просто запредельный настрой на игру. Посмотрите на этот перехват, что можно сделать с таким заряженным человеком. Здорово помогли Харькову и высокие команды, и молодые за отчитанные им секунды старались не ударить в грязь лицом. Все вместе принесло подопечным Валентина Кулебабы победу 80-67, историческую, первую. Автоматически мы по правилам выходим в Суперлигу, хотим. Ну, поработаем летом над этим вопросом, более тщательно и более серьезно. Мальчишки хотят. В финале за третье место подопечные воспитанника харьковского баскетбола Александра Пащенко «Химик-2» оказались сильнее харьковской МЛК на три очка, а значит завоевали бронзовые медали. Мы приехали в ослабленном составе, у нас травмировался основной первый номер, основной наш снайпер. То есть тем составом, которым мы играли до этого, не получилось приехать. Ну и тут, скажем так, усилились команды немножко. Знаете как, а мы все остались те же молодые, те же все-таки дерзкие. По итогам опроса специалистов были розданы и персональные награды самым ярким игрокам чемпионата. Помимо упомянутого кулеша, лучшим защитником стал разыгрывающий моей любимой командой из Харькова Владимир Плужников. MVP можно было называть хором, им стал Арабаджи. А лучшим центровым чемпионата назвали его партнера по команде Антона Рочняка. По сезону ровно сыграли. Обычно у нас какие-то по сезону были провалы. В прошлые годы, в этом году ровно под конец чемпионата даже немного была возможность отдохнуть. Молодые приятно, что подтянулись немного. В общем, положительное впечатление о сезоне. Харьковская МЛК завершила сезон, соответственно, на четвертом месте. На Кубке энергетического стандарта по плаванию в итальянском Линьяно харьковская спинистка Марина Колесникова выиграла 200-метровый заплыв среди юниорок. На дистанции вдвое короче она заняла третье место. Еще одно золото воспитанница Владимира Рязанова получила в составе эстафетной юниорской сборной 4 по 100. В Одессе состоялся девичий чемпионат Украины по синхронному плаванию. В произвольных программах первенствовали ученицы первого училища физической культуры. Соло выиграла Марта Федина. Ближайшую киевлянку Елизавету Подопригору она опередила на 6 баллов. Дуэт Александра Бурдова и Дарья Корнеева по сумме технической и произвольной программы выиграли 11 очков у хозяек воды. Первой была сборная Харьковской области и в произвольных программах групп, в том числе комбинированной. В Болгарском Пловдиве завершился молодежный чемпионат Европы по фехтованию. Харьковчане Ян Сыч и Роман Свичкарь выступали в составе сборной шпажистов. Сначала Украина в два укола победила Францию, затем с большим преимуществом наши одолели Польшу и Германию. Но на финальный поединок этого запала не хватило. В нем украинцы уступили 11 очков и стали серебряными призерами. В Черкасах провели чемпионат Украины по легкоатлетическому бегу на 10 тысяч метров. В женской категории второе место заняла харьковчанка Юлия Шматенко. Она одолела дистанцию за 34 минуты 22,54 секунды. Быстрее почти на полминуты была только Ольга Готовская из Ровна. В молодежном протоколе также на серебро пробежала Марина Немченко, которая уступила 16 секунд Марии Ходоковской, Киевская область. В командном зачете Харьков – третий. Спонсор по указу – Инвеститина, группа DAD. В 25-м туре первой футбольной лиги харьковский Гелиус играл в Краматорске против местного Авангарда. Матч закончился нулевой ничьей. Это принесло Солнечным один пункт в актив, всего их стало 38, но в таблице харьковчане остались на пятой позиции. На пять очков больше у Черкасского Днепра и Абалони Бровара, на шесть у Горняка. Возглавляет таблицу по-прежнему Зирка. В 24-м туре футбольной премьер-лиги Александр Презетко добился первой победы в качестве наставника-металиста. В середине второго тайма матча против Олимпика с подачи штрафного от Владислава Краева гол забил Дмитрий Рыжук. Это было единственное взятие ворот в матче. Харьковчане минимально выиграли. Нет, как таково не было ставки на стандарты. Просто это на сегодняшний день такой элемент в футболе, что с него можно выжимать очень многое. И слава богу, что сегодня получилось забить именно со стандарта. Победив 3-0 Карпаты, участие в Еврокубках гарантировало себе ворство. Днепр держится на третьем месте, металлист остался на десятом. Нежданно-негаданно суперзрелище выдали харьковские команды в полуфинале волейбольной суперлиги. После поражения 0-3 в родных стенах Юрокадемия проиграла локомотиву и первую партию второго матча на площадке соперника. Но затем произошло чудо. Подопечные Владимира Романцова стали превосходить чемпионов во всех компонентах игры. Полетела подача у Олега Шевченко, стал попадать диагональный Виктор Шаповал. На первом темпе здорово отыграли Александр Грюк и Андрей Рогожин, что привело к победе в партии 25-21 и ничье по сетам. В третьем отрезке Филипп Гармаш пытался зарядить хозяев на победу вот таким сумасшедшим подъемом. На площадке появился даже Николай Рудницкий, что в последнее время случается редко. Но и это не помогло локомотиву. Номинальные гости сначала взяли на больше-меньше третий сет, а затем в аналогичной борьбе четвертый, сравняв счет в серии. Тут же с этой командой ключевые, они могут добавить в любой момент. Четвертая партия ключевая тоже 25-23. Мы же не скажем, что мы там безоговорочно уносили или нас уносили. Были четыре хорошие партии, я считаю. Завтра посмотрим, что будет. Будем настраиваться. Хотя понимаю, что это тяжело. Команда Локомотив завтра выйдет на много мотивирования. Все хвалебные сравнения, метафоры и эпитеты в адрес Юрокадемии справедливы и для третьего матча. В нем Локомотив взял первую партию, но вторую и третью проиграл, причем третью с разницей минус 10. Стоя на краю пропасти, подопечные Юрия Филиппова все-таки окстились и сравняли счет в матче. А на тайбрейке судьба показала свою иронию в полной красе. Шевченко, на подаче которого два дня Локомотиву было проблемно сняться с расстановки, подал в сетку. А Олег Плотницкий, к игре которого у тренерского штаба наверняка есть претензии, подал эйс. Со второй подачи Шаповал ударил мимо площадки и 17-15 Локомотив в финале. Огромное спасибо Юрокадемии. Финала было достойно как раз это противостояние. При вратности формата плей-офф продемонстрировала и вторая пара полуфиналистов. В ней имеющий финансовые проблемы Днепр дома под ноль разгромил Барком, а на выезде добился победы в пяти сетах. Ему и играть финал с Локомотивом. В Ирпене состоялся поединок Кубка Европейских наций по регби во втором дивизионе между сборными Украины и Швеции. Костяк нашей команды составляют игроки Харьковского Олимпа, а руководят командой харьковские наставники Валерий Качанов и Сергей Нитбайло. Гости повели в счете на 14-й минуте, забив штрафной. Спустя три минуты Вячеслав Пономаренко совершил попытку, которую реализовал Олег Косарев. На последней минуте первого тайма он же забил со штрафного и сделал счет 10-3 в пользу Украины. После перерыва трехчетвертной Олимпа забил еще два штрафных. Гости сократили отставание в счете своей попыткой, но за минуту до конца встречи. Олег Литвиненко их успокоил с заносом мяча, а Косарев – реализацией. 23-10 в пользу Украины, которая занимает третье место в группе и вполне может стать второй после выездной игры с Голландией и домашней против Молдовы. Для подготовки у нас было очень мало времени, но я считаю, что за то время, которое мы подготовились, сыграли тяжелую, ну тяжелую игру, не самую лучшую игру, но тяжелую получилась игра, потому что сборная Швеции приехала тоже, наверное, побеждать. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые посвятили на игру, которые тоже нанесли вклад в нашу победу. Также я считаю, что вклад в нашу победу внес Александр Иославский, который на протяжении 12 лет поддерживает наш клуб, который является базовой командой сборной. В Харьковском государственном училище физической культуры номер один состоялся спортивный праздник, посвященный будущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Цель – популяризация здорового образа жизни, дружбы и взаимного уважения в спорте. Почетным гостем праздника стала выпускница училища, заслуженный мастер спорта по стрельбе из лука Татьяна Бережная. Аналогичные спортивные уроки 100 дней до Олимпиады прошли по всей стране. Было рассказано о месте проведения Олимпиады 2016-3 Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Естественно, было уделено много внимания украинским спортсменам, владельцам олимпийских лицензий. В этом списке были выделены наши харьковские олимпийцы и, естественно, выпускники нашего училища. Их на данный момент 13 человек. И там же в первом училище физической культуры определились с теми отделениями, которые лучше всех зарекомендовали себя по итогам апреля. Если говорить в фронологическом порядке, то сначала на молодежном чемпионате Украины выступили ученики отделения Тхэквондо ВТФ. Единственное золото добыла Сабина Муслюмова, которая в финале веса до 53 килограммов, минимально победила Дарью Шанину из Днепропетровской области. Сделали выводы, что все хорошо получилось и правильно. Подготовка была хорошая, и поэтому у меня все получилось. Валерия Грдзелишвили, 49 кило, также была близка к финалу. По ходу полуфинального поединка ввела в счете против еще одной представительницы Днепра Александры Данчиной, кстати, призера чемпионата Европы. Но упустила победу на последних секундах, получив бронзу. С этой соперницей первый раз спарриноговала. Она титулованная, спортсменка очень хорошая. На чемпионате Европы по молодежи она стала второй. На чемпионате Европы по юниорам она стала третья. Для меня это хорошая спортсменка, и я думаю, что в следующий раз я ее выиграю. Аналогичная турнирная судьба была и у Полины Сабады в номинации до 68. Преимущество в полуфинале над Варварой Пальчик из Днепропетровской области и упущенный финал в конце третьего периода. В итоге бронза. Я дралась с девочкой из Днепра. Летом я с ней тоже дралась на чемпионате Украины по юниорам. Но тогда я проиграла в разрыв в 12 баллов. А в этот раз ввела все три раунда. На последнем моменте за две секунды до завершения пропустила удар на голову и проиграла. Также на бронзу выступила и мужская часть делегации училища. Легковес Эльвин Гамидов. В самой многочисленной категории до 54 два боя выиграл, один проиграл. Богдан Доценко тоже самое. Причем в этой категории весь пьедестал был исключительно харьковский. Я самый младший год был. Дрался с более опытными и более старшими. Я думаю, это очень повлияло на опыт и на дальнейшие соревнования. Категория 63 была самая яркая, мне кажется. Потому что много сильных спортсменов было. И выиграл мальчик, который меня выиграл. То есть я могу выиграть. Я могу стать первым. Просто стремиться и все. Отмечу, что все названные ребята и девчонки выступали далеко не по своему возрасту. Им еще в юниорах выступать. Кстати, в этой категории впереди всеукраинский турнир в Одессе в середине июня. Для разбора полетов времени полно. Можно сказать, что я довольна выступлением. Но все равно ребята не доработали, не дошли до тех мест, которые они должны были занять. Может быть, потому что жеребьевкой немножко не повезло. Может быть, сами ребята немножко не доделали то, что нужно было доделать. Потому что подготовка шла полным ходом. Но я надеюсь, что у нас впереди чемпионат Украины среди юниоров. Там будет намного больше первых мест. А на юниорском чемпионате страны в Белой Церкви не менее здорово выступили ученики отделения вольной борьбы ХГВУФК номер один. Причем они тоже выступали по старшему возрасту. В весовой категории до 50 килограммов финал получился чисто харьковским. В нем Камиль Керимов поборол Мухаммеда Алиева. Первая схватка была самая тяжелая, потому что боролся с тем, кто в том году выиграл в этом весе. Ну, он старше, сильнее. Первый период я проиграл 4-0. Во втором периоде взял 2 балла. Потом еще там в конце мне чуть повезло. И взял еще 4 балла и выиграл схватку. В весе до 60-ти в финале боролся Энрике Фамбея Санчес, но уступил львовянину Ярославу Гурскому. Бронзу в этой категории завоевал Денис Бараган, который на пути к медали поборол двух львовян и одессита. Я в первой схватке выиграл пацана не слишком сильного, 10-0 выиграл, а вторую схватку попал на сильного, 96-го года на мастера спорта. Одного из лидеров этого веса. Тяжело было, 17-12 выиграл у него. Схватка тяжелая была, проигрывал поначалу, а потом он чуть подздох, его подзагнал и выиграл схватку. Также на бронзу отборолись Виталий Марченко, Павел Вызер и Александр Рыбалко. Кроме того, на счету средневеса Романа Зинченко серебро у тяжа Василия Арнаута бронза. В женской борьбе вице-чемпионками стали Лолита Демьянова и Екатерина Шакалова. Анастасия Шустова заняла третье место. Морально и материально таким результатом способствовала городская федерация спортивной борьбы. Ребята выступали не по своему возрасту и очень достойно представляли сборную Харьковской области. Хотелось бы отметить наших тренеров, которые действительно провели большую работу по подготовке ребят к этому чемпионату. Я думаю, что на чемпионате Украины по кадетам у нас будет хороший результат. Перед каждым чемпионатом ставим наивысшие цели и находим пути их реализации. То есть очень сильно уделяем подготовке и перед ребятами ставим не жесткие, но цели мы должны быть первыми. В командном зачете юниорской Украины харьковчане заняли первое место, харьковчанки – пятое. Представители первого училища составляют и костяк сборной Харьковской области по водному полу в категории до 15 лет, плюс титульная команда ХГВ УФК, а также команды Днепра и Одессы составили четверку участников 11-го мемориала двукратного олимпийского чемпиона Алексея Баркалова, который стартовал в бассейне НТУ ХПИ. В матче-открытии Харьковская область под руководством Александра Надеждина легко разобралась с Днепропетровской с Дюшор 12-3. У победителей 4 гола забил Денис Удовенко, хитрик на счету Евгения Шмигеля Александра Стапенко оформил дубль. Днепропетровская команда сильная, она боролась в том году за призовые места, за первое и третье место. И мы им проиграли в том году, этой команде. Так что я, честно говоря, чуть-чуть удивлен, почему она так... Может быть из-за того, что она только что приехала с дороги. Турнир памяти Алексея Баркалова продлится до пятницы. В турецком Измире завершился чемпионат мира по международным шашкам в быстрой программе. Победителем турнира стал международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев. В 9 турах он набрал 13 очков. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится.